Музыка Такое очень смешное стихотворение на эту тему. Я сделала отступление, я просто кусочек его зачитаю. Я достаю из широких штанин, оглядываюсь тревожно. Хочу декларировать 200 картин и 300 лимонов. Можно? И заканчивается феерически. И ты сегодня, ты герой, губы кривишь презрительно. А завтра встанешь рядом со мной, кивнешь мне одобрительно. Руки уже не будут чисты, да хрен бы с ними, с руками. Чистые руки у дураков, наши руки с часами. Итак, Е-декларация. Вы знаете, что меня вообще поразило в этой истории? Все обсуждают, сколько у кого миллионов, часов и так далее. Меня поразил вкус наших депутатов. Вообще, знаете, то, что называется отсутствие, а полное отсутствие вкуса. То есть люди, которые зачем-то покупают себе запонки с драгоценными камнями. Куда они с ними ходят? На Винницкий базар или на заседание комитета. Или в Винницкую оперу, я не знаю. Люди, которые приватизируют церкви. Люди, которые делают какие-то себе безумные... Зачем Олеся Довгому 90 картин, например? Чтобы что? Он потом Третьяковскую галерею здесь в Украине сделает или что? Я вот понимаете... Поэтому такое впечатление, что в парламент вошли как бы не новые лица и старые, а просто такое сборище, знаете, цыганских баронов и барыг вообще. Вот у вас какое ощущение было от, так сказать, ваших коллег, когда вы начали читать? Или вы еще не читали и не изучали? Да. Вообще нет никакого желания не вникать в эти декларации, не смотреть их. Я даже не заходил на сайт НЗК, я смотрел только новости по отдельным декларациям. Конечно, меня что-то удивляло, но выделять отдельное время, чтобы этим заниматься... Для этого есть правоохранительные органы, для этого есть журналисты, которые должны заниматься. Есть общественная организация, которая должна заниматься. Это раз. А во-вторых, а что, был секрет, что у нас туда вошли какие-то интеллигенты одни или цвет нации? Ну, мы понимаем, как проходили выборы, понимаем, как это происходит. Но я надеюсь, что декларации хотя бы помогут людям делать другой выбор. Да, ведь мы же декларации не просто открываем, чтобы посмотреть и проголосовать дальше за этих людей. Я надеюсь, что будет какое-то влияние иметь на следующее голосование. Вы знаете, если вот шутки в сторону, то я понимаю совершенно четко, что вы можете не интересоваться ни образом жизни, ни вкусом ваших коллег. Но не считаете ли вы, что это достаточно серьезно? Если, скажем, у премьера, который с 27 лет находится на государственной службе, дома наличкой хранится полтора миллиона долларов или хранится еще что-то в этом роде. Понимаете, он не мог заработать полтора миллиона долларов на базаре. Вот он работал до 27 лет на базаре. Поэтому, если он будет платить только налоги с этой суммы, эти налоги будут больше, чем вся его зарплата на госслужбе за эти годы. И это, конечно, честно говоря, впечатляет в кавычках. Поэтому, мне кажется, что с этой точки зрения вам бы не мешало посмотреть на декларации и понять вообще, в каком контексте сегодня существует украинская политика. Смотрите, ну давайте будем честными. Ведь мы же эти вещи все просто сейчас приобрели цифры. Мы приобрели какую-то картину и очертание. Но мы же знали это все раньше. Что касается конкретно данного случая по премьер-министру, я не знаю, как их заработало, я не видел всех источников дохода. Для этого мы и создали антикоррупционное бюро и НАЗК, которое должно сейчас поднимать эти расследования. Потому что, насколько я понимаю, и это не касается только Гройсмана, или не только господина Гройсмана, а всех. Сейчас это одна из самых распространенных схем. Указать как можно больше кэша. А ведь зачем? Просто чтобы зрители были поняли. Легализировать это все? Первое. Потому что кэш сложнее проверить всего. Банковский счет ты пошел, посмотрел. А это сложно проверить. И там счет будущих коррупционных каких-то там доходов. Опять же, это не касается господина Гройсмана, но я говорю, в целом такая схема существует. Что касается того, что я должен посмотреть, как... Слушайте, ну я знаю, как этот класс живет. Я об этом писал 10 лет, чувствую на себе счет. Для этого мне не нужно смотреть декларации. И я не собираюсь быть там каким-то псом, который будет бегать за ними, или хватать их за часы, или за кэш, который они указали. Это, опять же, есть для этого прохранительные органы. Они должны этим заниматься. Я могу указывать на это, удивляться чему-то, говорить об этом, объяснять людям, что смотрите, раньше вы догадывались, теперь вы знаете, да? Вы можете там поменять свое мнение. Но бегать за ними, и извините, ну правда, я не для этого избрался. Я представила себе ту живописную картину, как вы, например, хватаете за часы господина Грановского. Грановского, он вчера писал довольно подробно, какие у него часы в своем блоге. Сказал, что ему подарил нынешний губернатор Савченко часы за 600 евро. Я удивилась, кстати, какой жадный Савченко. Ну, опять же, честно, вот от вас первый раз слышу историю. Ну, наверное, да. Вчера в своем блоге написал Александр Грановский про часы. Ну, слушайте, понимаете, это уже превратилось, мне кажется, в такой... Все как-то бросились оправдываться. Вот даже те, кто не писал два года в Фейсбуке, все вдруг пошли к своему народу и начали объяснять, откуда что. Знаете, вообще, в целом посмотрели, то все очень хорошо. В каком плане? Первое. Долго сопротивлялись этому. Сейчас это случилось. Но самое важное объяснено зрителям, что важно. Важна не первая декларация. Сейчас можно посмеяться, похихикать, посмотреть, увидеть. Важно отследить вторую. Вот важно, что они за год купят, на чем они еще появятся, где они начнут жить, что они начнут покупать из вещей или из недвижимости, или движимого имущества, и сравнить с тем доходом и кэшем, который у них был, и с тем, что у них была декларация указана. Насчет того, что все хорошо, я бы с вами не согласилась. Понимаете? Все хорошо, это значит, что этот процесс нормальный. Он нормальный. Ваших коллег, и в том числе и ваших коллег по группе Европтимисты, держат наличку дома, означает только одно, что они на крыле, эти люди все. Они держат наличку дома для того, чтобы в любой момент можно было покинуть страну. Понимаете? Во-первых, смотрите, я не согласен категорически, в такой категоричной форме. Мне действительно странно, когда люди миллионы держат, потому что это ведь доход. А 100 тысяч долларов не странно? Наличка дома? Ну, смотрите, я не знаю. У меня правда не было такой ситуации. Ну, такая себе. Правда, мне сложно мыслить в таких категориях, я не очень понимаю. Если бы меня спросили, мне кажется, такие деньги можно положить как минимум в банк и получать проценты. Как минимум. 100 тысяч достаточно большая сумма, А вот вы, кстати, сегодня купили машину. У вас где деньги лежали до этого? В банк или дома? У меня мои деньги частично были в премии, которая была за границей. Вот они должны перечислить, ее тоже забрать. И 6 или 7 тысяч долларов, плюсом какие-то евро дома лежали. Ну, а слушайте, 6 тысяч евро, если даже положу в банк, ну, что я с ним буду делать? Это заморозить, если там на проценты поставить. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, как сейчас из банка доставать деньги? То есть, вон там определенная сумма в день ты можешь снимать. Ну, Хонда Аккорд вряд ли стоила 6 тысяч. Нет, нет, конечно. Она стоила 14 тысяч. 14 тысяч 600, я об этом написал публично, 364 тысячи. Не о чем вам повезло? Ну, не знаю. Опять же, смотрите. К сожалению, да, то есть, это вообще смешно и на самом деле грустно немного, что мы вынуждены вот так прямо идти. Но, с точки зрения подотчетности гражданам, я считаю, что вот эти перегибы сейчас нормальные. Давайте их пройдем. Первый этап нормальный. Мы его проходим. Никто не сопротивляется. Все понимают. Да, смеются. Ну, давайте посмотрим, кто будет смеяться потом. Ведь нужно учить одну вещь. Я вам скажу, кто не смеется. Люди не смеются. Люди очень не смеются, потому что они понимают, что если такие суммы дома лежат, следовательно, в Украине банковской системы не существует. Если, а, эти деньги действительно лежат, б, если эти деньги действительно лежат в той валюте, в которой они указаны, но и самое главное, послушайте, у нас все люди хранят деньги. Вы думаете, в юанях все-таки? Я не знаю, в чем они хранят. Ну, правда, я же не интересовался, не видел, ни свечки не лежал. Но что важно отметить? Смотрите, давайте смотреть на это как бы более глобально. И что произойдет дальше? Ошибки в декларациях это уголовное дело в определенных суммах. Мы допускаем, что такие ошибки были сознательно допущены. Да, я допускаю, что кто-то обманывал в декларации. Указывая много, что-то не указал, маленькое где-то там, на пару миллиончиков. Ведь власть меняется, проходительные органы меняются, все меняется, а декларации останутся. Это надо помнить всем. Это означает, что сейчас мы создаем большую базу данных о всех госчиновниках, против которых может это применяться. И вот сейчас... Теоретически это так. Это травма, которая начнется рано или поздно увидеть. Но мы смотрим на практику того, что происходит сегодня в Украине. Мы с вами можем поспорить, что это будет. НАБУ вносит в реестр только тех, кого считают нужным. Вот мы с вами можем поспорить. Понимаете? Давайте подождем год. Своих НАБУ не вносит в реестр. Это не НАБУ. Это не НАБУ. Поймите. Это ведь есть очевидные вещи, которые там, ну, невозможно скрыть. Если человек появился на какой-то машине, это невозможно скрыть. То есть НАБУ будет дискретировать себя. Мы убьем этот орган. Ну, окей, так тоже может быть. Но мое мнение, что это травм... А как мы убьем НАБУ? Мы его так долго рожали. Убьем в смысле общественное. Если НАБУ не будет делать так, если есть факты, вот живой факт, да, там не домыслы какие-то, не моральные вопросы, а вот конкретный факт. Вот чека декларации такая, а вот он появился на такой машине. Или вот он его заметили. Он сфотографировали, и он не объяснил. Это уже делают не только НАБУ, но и на ЗК. Они имеют право подавать на разные органы. Более того, появится ДБР, который в случае нарушений сможет возбуждать уголовные дела по другим органам. Как вы технически себе это представляете? То есть вы считаете, что уже с понедельника начнутся, так сказать, начнутся проверки и начнется, возможно, возбуждение уголовных дел по определенным людям? Ну, потому что, ну, смотрите, я вот ничего не утверждаю. Ну, например, смотрите, спикер парламента Порубий никогда не занимался бизнесом. Но у него есть там какое-то количество квартир, какое-то количество домов и так далее. без фамилии, да, потому что я, честно, не знаю, не смотрел. Ну, я смотрела, поэтому и говорю. Смотрите, теоретически, во-первых, не обязательно провести уголовные дела. На ЗК имеют право провести проверку. Они имеют право проверку источник и действительно ли он указал. Мне тоже не всегда понятно, например, как они будут считать количество шуб или колец, или как они придут домой, или картин, как они их будут оценивать. Есть вопрос. Но мы с вами этот вопрос уже задаем. Этот вопрос будет решен. Придумают процедуру. Этот чиновник, они придумают процедуру. Мне важно другое. И это надо сказать гражданам. Самое, что важно. Мы наконец-то сделали госслужбу не привилегией людей, которые пришли грабить. А теперь это уже и проблема. Ты пришел, а у тебя появились проблемы. Сразу, в ту же минуту. За тобой следят, за тобой смотрят, твои выворачивающие карманы. Если появятся проблемы, пока что ни у кого никаких проблем не появилось. Я уверен, что из 50 тысяч, если начнется, вы увидите, вот я уверен, я просто смотрю по процессам, это травли начнется рано или поздно. Они начнут есть друг друга. Просто начнут есть друг друга. Но мы сейчас уже видим, когда перегонки бегают. Лещенко заявляет о квартирах, которые бухгалтер чей-то продает. Есть проблема с Лещенко другая. Кто-то говорит о квартирах Лещенко и так далее. Лещенко это дело всю жизнь. Независимо от декларации. Ну давайте честно. Независимо от декларации. И что? Я к тому, что Лещенко это не тот человек, который начинает сейчас. Я надеюсь на другое. Я не поняла. И что? Ну не сейчас он начал. Я в том плане, что политический класс, к которому Лещенко не относился два года назад. Вы согласны с этим? Не знаю. В суде по декларации возможно относился и относился уже давно. Ну подождите. Ну чем я друг друга рука? Ну не относился к политическому классу. Вопрос очень простой. Я надеюсь, что цинизм и... Ваше слово против моего. Только и всего. Я говорю да, а вы говорите нет. Журналисты у нас не зарабатывают такие деньги. Окей. Ну смотрите. Опять же. Это вопрос может задать Сергею Анатольевичу Лещенко. Конечно. Во-вторых, есть проходительные органы. Вы просто мне возразили, что не относился. Я вас поправила аккуратно. Это мой друг, мой коллега. И действительно я знаю, что он не был политиком. Вопрос в другом. Ну мы можем выходить в фамилии, можем выходить глобально. Глобально эти люди достаточно циничные, хищные. И я верю, что у них сорвет башню. Вот в какой-то момент они начнут друг друга уничтожать именно такими вещами мелкими. Уголовные дела, машину не там купил, не то. И я призываю, кстати, граждан делать то же самое. Если у вас есть факты о том, что ваш депутат, ваш чиновник указал не то, посмотрите декларацию, посмотрите, где он живет. И давайте эти факты. Очень скоро мы увидим, и все будет понятно. Вы в своей декларации за вами зарегистрирована торговая марка Мустафа Наим. Что это значит вообще? Я вам просто объясню. Что вы собираетесь выпускать? Это смешной подарок. У меня брат юрист. И у нас как бы в семье мы дарим другую подарок очень символичный. Вам подойдет брат? И он как юрист, да, он взял такой жест. Есть серьезный вопрос. Фонд Пинчука вам и вашему другу выплатил гонораром больше 53 тысяч гривен. Ну, как бы, за что? Это не гонорар. Давайте объясню. Ну, это же указано как гонорар. Смотрите. О том, что это именно фонд Пинчука, мы узнали уже по факту. На самом деле, как было. Это действительно Довоз. В 15-м году мы ехали туда. Нас действительно пригласили. Это сумма, которая указана там. Это наш перелет. И там выступление, и назад. Все это... Подождите, а до поездки вы думали, что кто заплатил за ваш перелет? А, вот теперь смотрите. Все эти переговоры о том туда и назад я вел с фондом Ведроджини Джорджа Сороса. И то, что потом оказалось, что фонд Ведроджини является одним из спонсоров мероприятий, который там является, который организовал Пинчук. И они таким образом делали перерасчет. И я уже в своей налоговой декларации увидел, что за меня платил не фонд Ведроджини, а фонд Пинчук. Вы же такие опытные расследователи. Как-то вот так поняли, кто платит. Нет, послушайте. Ну, давайте проще. Я проще скажу. Смотрите. Я же разговариваю с людьми, там, у господина Быстрецкого ему достаточно доверия. Я понимаю, что, возможно, по бухгалтерии им было так проще провести. Я не думаю, что составляет труда но мои действия после этого не указывают на то, что я где-то как-то там сыграл в пользу Пинчука или где-то там защищал кого-то или какие-то лоббистские законы проводил. Поэтому в данном конкретном случае да, это есть. И это неправильно. Я хочу подчеркнуть. Неправильно, что есть такая история. По-моему, Пинчука не всем платит. Нет, вы знаете, это был не только я. Там их было, по-моему, 7 или 10 человек. Депутатов просто выношли. Ну, это всегда одни и тяжелые люди. Не, не, не одни и тяжелые люди. Практически, да. Не всегда. Ну, давайте не спорить. Хорошо, не будем. Я просто к чему говорю. Да, это не очень правильно. С точки зрения публичной истории такая история не должна повторяться, потому что это действительно бросает какую-то тень и на объективность политической позиции. Но в данном конкретном случае я вот мне это объясню. А скажите, пожалуйста, а это было впервые, что фонд Пинчука заплатил за вашу поездку в Давос? Потому что я знаю, что вы много лет ездили. И вы, и Сергей. Или это было не первый раз? Вот смотрите, Наталья. Я единственный раз в жизни был на Давосе. Так. Вы можете это проверить. Так, а Сергей? Спросите у Сергея. Окей. Переходим в другую тему. Донбасс. 25 числа вы, вот как раз с Викторией Войцинской вчера говорили на эту тему, вы вернулись из Берлина. Да. И вы написали в своем фейсбуке, что вы, Ивана Климпуш, Виктория, соответственно, Наталья Рейска участвовали в дискуссии с представителями МИДа Германии. Да. Как вы написали в своем фейсбуке, устроили немцам небольшой, но эффектный холодный душ по Минскому. Это, меня заинтересовала эта фраза. В чем состоял холодный душ? И разве текст Минских договоренностей придумали и подтвердили немцы? Это, они авторы Минских договоренностей? Как, каким образом мы можем холодный душ устроить на эту тему? Смотрите, это серьезная тема, я бы хотел, чтобы внестись серьезно. Я к ней отношусь очень серьезно, поэтому спрашиваю. Немцы, как и представители немецкого политикума и французского, это наши партнеры в этих переговорах. Соответственно, они так или иначе гаранты тех договоренностей, которые там были. При этом мы знаем, что есть определенное давление. Минских договоренностей? Конечно. 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 В том числе, они, очевидно, оказывают некое давление и на нас, и на российскую сторону по выполнению этих договоренностей. Как мне кажется, мое мнение, что то давление, которое оказывается на нас, не то, что непропорционально, несправедливо и не очень адекватно в той ситуации, которая есть на Донбассе. В конкретном случае, о чем шла речь? Мы говорили о том, что... Был вопрос задан, почему Будапештский меморандум не выполняется, это первое. А самое главное, Бухарестский саммит 2008 года, когда представители немецкого политика мы говорили, что давайте не будем дразнить русского медведя и не дадим украинский членство в НАТО. И нам объяснили, что, ребята, ну, а, собственно, народ тогда не хотел этого. Украинские по соцопросам не хотели в НАТО. И мы, вот, собственно, в чем была наша дискуссия, что, в общем-то, сейчас и немецкие договоренности никто не хочет в Украине. Это означает ли это, что немцы должны отступить? Или у нас политика палки работает? То есть тогда мы шли в угоду русским пушкам и не дали ПДЧ Украине. И сейчас идем в угоду русским пушкам, но теперь уже толкаем нас опять под это дело. Мустафа, я, конечно, мы сейчас обсудим, кто нам доктор по минским договоренностям. Но я просто хочу еще вот одну реплику. В вашей группе была Наталья Рейска, которая участвовала в дискуссии. Да, человек, благодаря которому мы уже через два года будем отдавать треть ВВП за долги. Такой был подписан договор. А что она делала на этих переговорах? Она что, такой специалист по минским договоренностям? Нет. Дело в том, что я, вы просто прочитали только мой пост, а сама встреча была посвящена всему, что происходит в Украине. В том числе экономики и реформ. Потому что там, например, был Макс... А, не только Минск? Конечно, нет. Там был Макс Нефедов, там был я, Виктория Ватциска, которая в энергетике концентрируется, в свое внимание, и Иван Климпуштенцадзе, который Европейская и Евроатлантийская... То есть могу ли я так понимать, что вы считаете, что Наталья Рейска сыграла положительную роль в становлении украинской экономики за эти два года? Смотрите, это должны оценивать специалисты. У вас есть свое мнение какое-то? Да, у меня есть мнение. Я считаю, что Наталья Рейска была одним из немногих украинских министров, которая все, что она делала, она делала не в угоду собственных интересов, не в угоду интересов политического класса. И это показало то, что происходит с ней после. Я уточнила. И самое главное, она действительно, как мне кажется, отстаивала наши интересы. Насколько это было удачно, учитывая то, что есть конъюнктура Кабмина, в котором были не только... Хотели как лучшее получилось, как всегда? Смотрите, в Кабмине же есть не только Наталья Рейска. Если бы она была премьер-министром, я понимаю. Но извините, у нас был премьер-министр, министр экономики, заданных фракций. Я уточню вопрос. Нужно ли было подписывать такой договор по реструктизации долгов, который подписала Наталья Рейска? Мне, еще раз, смотрите. Да или нет? В моем мнении на тот момент я поддержал этот договор. Да. А сейчас что вы думаете по этому поводу? Сейчас я еще не знаю последствий этого договора. И так понятно, какие последствия. Там же заложено. Это вам понятно. Подождите. Там же все расписано. Еще раз. Экономика – это математика. Тут нечего мечтать на эту тему. Наталья, смотрите. Я не привык говорить о каких-то вещах сложных. Вы читали договор? Просто так, что очевидно. Вы читали? Конечно, мы смотрели, когда мы его рассматривали в формате. То есть вы знаете о том, что через два года мы уже третьего ОПА будем выплачивать? Более того, это было публично озвучено. То есть вы знаете это? Вы считаете это нормально? На тот момент времени это была возможность выиграть большой кусок времени и реструктуровать долги. Это правда. Возвращаемся к Минске. Смотрите. Вот все говорят, что немцы на нас давят, европейцы на нас давят и так далее. Мустафа, кто нам доктор? Нами, украинской стороной, были сформулированы и подписаны договоренности, в которых черным по белому 9 и 11 пункт говорит о том, что… Да, каких Минске сейчас? Которые в 2015 году были подписаны. Сентябрьский. Клинкинск, конечно, не надо называть Минск-2. Сентябрьский или Сентябрьский-14? Последняя версия. Нет, последняя версия. Есть обе версии, которые работают. Обе версии. Так вот, 9 пункт. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после, так сказать, политического регулирования всеобъемлющего, которое означает проведение конституционной реформы Украины со вступлением в силу к концу такого-то года, 2015-го в данном случае, новой конституции, предполагающей особый статус отдельных районов. Скажите, пожалуйста, есть там это или нет? Да. Вот я прямо спрашиваю. Но я вам скажу другое. Почему правительство наше не подтверждает, что это есть в минских договоренностях и что это было подписано украинской стороной? Я вам просто скажу по-другому. Это было подписано украинской стороной? Конечно подписано. Почему вы тогда удивляетесь, что европейцы требуют выполнения? Я вам скажу, послушайте, пожалуйста, потому что по вашей логике все, что там должно было подписано, должна выполнить украинская сторона. Но вы знаете и я знаю, что минские соглашения через час после их подписания, кто нарушил? Я спросил, отдайте мне, вы мне прямой ответ прошли? Стоп, нет. Это другая история. Нет. Вы меня просили прямой ответ? Отдайте мне прямой ответ. Кто нарушил? То есть минские договоренности? Кто нарушил? Подождите, назовите страну. Конечно. А это означает, что они, подписав договор, отступили от собственных слов. Теперь договор аннулирован. Подождите, пожалуйста. Он аннулирован? Дайте договорить. Теперь у меня вопрос. Почему вы, украинский гражданин, допускаете, что договор, по которому нам обеспечивали перемирие, нарушился через час, убивали наших солдат? Я допускаю. Дослушайте, пожалуйста. Этот договор был нарушен с российской стороной. На каком основании мы должны дальше выполнять что-то, если они его нарушили? Я только за, чтобы мы ничего этого не выполняли. Все. И об этом тоже. То есть вы считаете, это же мой вопрос, значит, выход будет такой, мы не будем выполнять минские договоренности. Нет, нет, не так. А как? Российская сторона. То есть вы не трясете за грудки и говорите? Что делает российская сторона? Она, не выполняя договор, продолжает требовать выполнения отдельных пунктов. Так делает российская сторона. Почему мы не можем этого делать? Мы что, папуасы или мы должны какие-то ущербные? Почему мы должны быть на равных? То есть дорожная карта такая? На равных очень простая. Дорожная карта была написана еще в сентябре 2014-го, где было написано в четвертом пункте полный доступ обоистей к границе. Есть? Нет. Дальше было написано обмен всех на всех. Есть? Нет. У нас дальше задерживают людей. Перемирие? Есть? Нет. Солдаты умирают. У меня вопрос. Дальше. Послушайте. И я считаю. Теперь вопрос. Я не подписывал минские соглашения. Я народный депутат Украины. Я знаю. Я говорю про эти соглашения. И понимая геополитическую ситуацию, и что Россия будет делать все, чтобы доказать, что мы неправы, говорю простую вещь. Ребята, вы хотите выполнения? Давайте. Вы частично выполняете. Вы частично, извините меня, вот это вот, суетитесь. Окей. Дайте нам это право тоже. Не надо давить на украинскую сторону, как единственная сторона, самая слабая в этом конфликте, должна выполнять все условия. А Российская Федерация, которая насилует нашу территорию, наше население, должна выполнять только частично. Ну, стало хорошо. Хорошо. Вы правы. Я согласна с каждым вашим словом. А если бы Российская сторона не нарушила перемирие, не стреляла, вы считаете, что то, что написано в пункте 9.11, выполнять нужно было бы? Да. А, то есть особый статус Донбасса, все это нужно было. А я объясню, почему. И выборы на оккупированной территории без отвода войск. Я вам объясню, почему. Пожалуйста. Что это означает? Да. Это означало бы, что наши войска на данный момент, во-первых, не было бы ни одного русского солдата в Донбассе. Второе, там было бы наши правоохранители. Как это не было бы ни одного русского солдата в Донбассе? Тут же отвод войск на следующий день после выборов. Еще. Да, конечно. Конечно. А если они не выводят, то что мы делаем? А, то все-таки после выборов. Подождите. Ну, это в соглашениях никто не отрицает. Но до этого... А зачем все эти годы все говорили, что это невозможно? Но до этого полный контроль, мониторинг со стороны ОБС и границы. Четвертый пункт, откройте, это очень важный пункт. Что означает мониторинг границы? Это означает, что если русский танк въезжает на нашу территорию, ОБС и официально заявляют, что, ребята, по границе прошел русский танк. И это уже никак не подходит под вывод войск и неразоружение. Но ведь здесь недавно совсем сидел министр иностранных дел Климкин на вашем месте. Вопросы, пожалуйста, к Климкину. И он говорил о том, что выборы невозможны. Почему все говорят разное? Нет, стоп, подождите. Разве можно так международную политику вести? Вы говорите одно. Послушайте, я не являюсь субъектом международной политики. Раз. Я являюсь российским, украинским депутатом. То есть вы это свое мнение говорите? Я говорю, более того, если вы пойдете в парламент, если вы начнете спрашивать у людей, то окажется... Все уйдут когда-нибудь без политики. Только по одной причине, что я отдал слабость или поддался какому-то влиянию из-за того, что где-то кому-то удалось что-то подписать. Мы должны идти дальше в одной истории. У нас есть президент, у нас есть премьер-министр, у нас есть министр иностранных дел. Эти люди представляют нашу страну. Но мы должны их поддерживать в нашей сильной позиции, а не в нашей слабой позиции. Вот то, о чем вы говорите в девятом пункте, это наша слабая позиция. Я не буду это поддерживать. Скажите мне, пожалуйста, правда ли, что уже юристы работают над тем, ну так мне сказали, я не знаю, разрабатывают дорожную карту, как проводить выборы на оккупированной территории? Да. Это так. Какие перспективы у Минских, с вашей точки зрения, и что будет делать президент, если Верховная Рада не проголосует за новые законы о выборах и поправке Конституции в части Донбасса? А мы не проголосуем, если не будет перемирие. Мы не проголосуем, если не будет выполнено все условия, которые там есть. Окей, и что будет дальше? Что будет с чем дальше? Ну, с войной, что будет дальше. Я не знаю. Что будет дальше с международными отношениями? Мне очень льстит, что вы, мне даже даете таких ответов. Я бы хотел знать. Вы же политик, народный депутат. Да, политик, это значит, что я должен, знаете, просто ляпать, просто потому что, как бы, вот мне в эфире я должен что-то сказать. У меня очень простая история. Я знаю, чего я хочу, чтобы там случилось. Да? А что случится, я буду делать все, чтобы то, что я хочу, случилось. Вот и все. А как пойдет дальше, давайте посмотрим. Понятно. Вы несколько месяцев назад, уже перейдем к другой теме, объявили о создании новой партии на основе демальянса. Было, да? И даже как вот были обложки уже с вами, со всеми и так далее. Как сегодня происходят дела с партией? Что дальше? Отчитались ли перед партией ваши товарищи, когда у них были проблемы, Сергей Лещенко и Светлана Залищук? И, ну, какие перспективы у этого? Вы разошлись? Или вы все по-прежнему вместе и так далее? Первое. Мы действительно продолжаем находиться в правлении демальянса. Никаких передвижений нет. Никаких отчетов никто не просил и не делал. Есть наши однопартийцы, которые попали в сложное положение в силу токсичности ситуации и атмосферы. Вы не обсуждали это? Конечно, мы это обсуждали много раз. Мы обсуждали это наши внутренние дискуссии. Мы их прошли. Так я об этом спрашиваю. Более того, мое ощущение, что мы после этого стали там больше и ближе друг к другу понимать. Что касается перспектив демальянса, слушайте, ну, опять же, я не знаю. Ну, давайте ждать. Мое мнение, что есть перспективы. Это же ваша партия, поэтому я у вас спрашиваю. Я могу сказать, чего я хотел бы еще раз, но что будет, я не знаю. Вы же меня не спрашиваете, а что бы вы хотели? Я бы ответил на вопрос. А вы мне говорите, что будет завтра? Ну, я же не, ну, правда, я не ванга. Люди, которые входят в правление политической партии, должны хотя бы как-то представлять себе ее стратегию, тартику, ее судьбу на ближайшие годы, месяцы. Тогда задайте мне вопрос, чего бы вы хотели? Мы бы хотели, действительно. Что вы предполагаете? Вот. Это другой вопрос. Что будет, я не знаю. Чего бы мы хотели? Мы сейчас готовим следующий этап съезда. Вы знаете, что у нас был тот съезд, и мы сейчас готовим следующий съезд, на котором будет представлена программа партии. Мы сейчас активно создаем наши ячейки и раскрываемся по стране. Я, например, сейчас курирую, я надеюсь, это мое маленькое детище, и я хочу похвастаться этим. Мы делаем в Мариуполе очень большую активность. Я, в принципе, к Востоку прикипел. И мы там делаем нашу ячейку, и на Востоке будем делать Донецк, Донецкой области. Мы делаем еще ячейки в других областях. Дальнейшая наша стратегия очень простая. Мы, как и заявляли, в отличие от всех остальных, кто создавался вместе с нами параллельно, мы будем дальше двигаться в сторону платформы, которая будет объединять всех, все силы, которые так или иначе наши союзники. Чтобы никто не расходился. Я думаю, что ближайшие полгода-год это будет трендом. Объединение, понимание, что по одному мы не выживем, и рост вместе. С кем вы будете объединяться? Смотрите, я не хочу, вы же прекрасно понимаете, тут я, к сожалению, не смогу все сказать, потому что есть внутренняя дискуссия. Ну что здесь секретного такого? Нет, просто есть партия. Но есть же какие-то политические силы, которые симпатичны. Давайте я просто скажу, чем бы мы хотели объединяться? Конечно, я не знаю, там Саакашвили или с радикальной партией, или еще с кем-то. Очевидно, что это там сила людей. Это для нас большие партнеры. Очевидно, это все молодые сейчас политические движения, которые есть в регионах, и очень много. Очевидно, это хвыль. Но вот молодое движение, партия Белецкого, с ними будете обменяться? Нет, у нас, к сожалению, с ними разные видения. В какой части у вас разные видения? Ну, я почитал их программу, мне не кажется, что это либеральная партия. Мы говорили просто, что мы либеральная демократическая партия. Я думаю, что с национальным корпусом... Ну, вот я вчера разговаривал с Андреем, по-моему, с точки зрения экономики, это национальный либерализм. Вы знаете, просто мне кажется, что мы привыкли в нашей стране, что у нас есть популисты, вот левые популисты, которые приходят, а мы все дадим. Мне кажется, что национальный корпус, к сожалению, то, что они изначально отгласили, это немного правый популизм. Вот правый популизм мне не близок. А вы нет? А вы как? Вы левые или просто не популисты? Мне бы не хотелось называть популисты. Это люди оценят. Но я бы не хотел называться популистом. Понятно. Хорошо. Я-то поняла. Опять же, вы знаете, что я разговаривала с Войцинской, у меня есть ответ на этот вопрос. Но мне интересно, что вы скажете. Интересно. Когда мы получим визовый режим? Потому что нас президент все время говорит, в сентябре он говорит, октябрь, в октябре он говорит, ноябрь. У меня такое ощущение. Вот сказал министр Клинкин, сказал, в ноябре. Мы с вами просто два человека обсуждаем. Я не знаю, когда будет визовый режим. Я знаю, что... Ну, плюс-минус. Ну, я не буду. Через 10 лет. Я буду говорить, что сейчас происходит. Что есть факт. Факт первый. Да. Нам это обещали. Факт второй. Кто? Кто, извините, я хочу уточнить. Конечно. Конечно. Все представители этих государств. Ну, кто послы или там сенаторы. Кто обещал? Это на самом высоком уровне. Это были требования. Президенты? Требования к Украине. Был четкий перечень задач, которые мы... И мы их выполнили. Поэтому мое мнение, что сейчас... А кто сейчас обещал? Это же какие-то конкретные люди. Ну, послушайте. Уровень президентов или уровень послов. Это должны ратифицировать. Это должны принять на уровне парламентов. Это должны принять на уровне правительств. Очевидно, что это министр иностранных дел. Очевидно, что это европейские органы. Что подсказывает разум? Когда это будет? Мой разум мне подсказывает, что они будут... К сожалению, да, европейцы будут до последнего пытаться это не дать. Но мне кажется, сейчас это уже с их стороны будет некрасиво. Где это последнее? Я не знаю. Я не знаю. Вот мое мнение, что сейчас они поступают уже некрасиво. Мы выполнили все условия. Если есть какие-то встревоженности, или они не хотят давать. Пускай скажут это. А как вы считаете, электронные декларации вообще не могут встревожить вообще на эту тему как-то? Подождите, мы дали обязательство начать электронную декларацию. Которые дали сигнал, что Украина насквозь коррумпированная страна, где сенаторы держат по полтора, по десять миллионов, извините, у себя в квартирах. Вообще, это как, никого не может встревожить? Как вы думаете? Я просто объясню одну вещь. Может быть, наверное, вы точно знаете. Скажите мне, где у нас все эти богатые преступники, как мы их называем, где они хранят свои деньги? Где их активы? Я вам скажу. А дети не имеют, может, банк, как участвуются. Может, еще где-то. Я вам скажу, где. У Азарова где дом, сын? Они в Вене, нет? В чем с Азарова? Подождите, подождите. Сегодня является украинская политическая элита. Большинство активов политического коррумпированного класса Украины хранится в Европейском Союзе, в том числе, куда выводятся деньги и капиталы, и там покупаются активы. Поэтому вот тут я бы говорил очень просто. Мы о ком сейчас говорим? Не дать этим людям визу? Пожалуйста, я готов им забанить визу. Но почему народ от этого должен страдать? Почему люди, которые не крали, почему страна должна страдать, потому что кто-то воровал и на той стороне, извините, их тоже не преследовали? У Азарова до сих пор есть дом в Вене, у многих наших ребят там до сих пор есть активы, и никто этого не занимается. Значит, ваша позиция, что народ ни в чем не виноват, и визовый режим должны дать скоро. Правильно? Я правильно понимаю? Моя позиция, да, конечно. Ну вот, а Виктория Войцыцкая мне сказала совершенно честно. Женщины, они такие более прямолинейные. Когда я у нее спросила... Это только ваша интерпретация. Ну, как мне кажется. А может быть, они просто честнее в некоторых моментах. Тоже ваша интерпретация. Когда я у Виктории спросила, когда нам дадут визу в режим, она ответила, вот не гуляя вокруг, да около, она просто сказала, не скоро. Два слова. И все. Не знаю. А что такое не скоро? Можно вопрос? Я уже встал на журналист. Она сказала, что она к такому выводу... А не скоро это что, Наталья? Вот я сейчас, будучи Натальей Враченко, я бы спросил, а не скоро это вот вы сейчас миляете? Она сказала, что это вот... У нее такое ощущение после вашей берлинской встречи в том числе. Не скоро. Я думаю, что это не через год и не через два. Я думаю, что не скоро. А, вы так думаете. Конечно, конечно. Я буду только счастлива, если я не права. Вот поверьте мне. Да все будут счастливы. Если Виктория не права, да. Давайте радоваться. То, что у нас получается, а у нас что-то не получается. Хорошо. Я, знаете, как говорил мой учитель по трудовому воспитанию, вот каратенчика, хотела бы, так сказать, подвести некий итог вот всем этим разговорам, когда мы тоже на третья встреча наша с вами. Вы создали группу еврооптимистов в свое время, вы со своими товарищами. Вы. Это такое, да, большая честь. Да. И говорили, декларировали какие-то определенные вещи. Говорили там о сотрудничестве с Европой, говорили о том, что там скоро дадут нам безвизовый режим и так далее. Понимаете, в итоге получается какая-то такая грустная вещь, что безвизовый режим не дают. У Европы много там к нам вопросов. Вы создали антикоррупционную платформу, и оказалось, что несколько ваших товарищей, да, они там обвинялись в коррупции. И даже все-таки раз был административный протокол, значит, не просто так обвинялись. Чувствуете ли вы все-таки, что, ну, огромное количество людей, которые задают вам вопросы, которые недовольны, что они в чем-то правы? В чем? А когда они недовольны, когда они говорят, что вы их разочаровали? Еще раз. Давайте так. Я могу говорить за себя. Так? Если есть ко мне вопросы, что я в чем-то разочаровал, я готов на это отвечать. Готов ответить за, там, возможно, какие-то... Ну, Мустафа, когда вы входите в группу, в какие-то группы, вы все-таки должны говорить не только за себя. Смотрите, группа должна усиливать позицию каждого в первую очередь. И есть какие-то цели, которые стоят. Те цели, которые я перед собой ставил, то, что я хотел сделать. Не все достигнуто. Мы очень сильно продвигаемся сейчас вперед. Пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем школам, школам в стране. Пожалуйста. Английский? Да. Это большой проект. Говорите, а это нужное дело. Чтобы все школы, пожалуйста, сайт goglobal.com.ua, подайте, пожалуйста, ваши заявки на то, чтобы участвовать в программе по волонтерам. Спросите у ваших коллег, мы это делали в прошлом году. Это, правда, очень успешная, очень хорошая история. И мы ждем вашего кола, просто в этом эфире обращаюсь, потому что больше услышат людей. По всей стране, все школы имеют право обратиться. Есть критерии, посмотрите все на сайте, мы будем очень рады. Продолжая, смотрите, к чему я это все говорю. Что-то получается, что-то не получается, это правда. Но, если вы не спрашиваете, у меня ощущение вины? Да. Есть. Мне кажется, это естественное состояние любого политика. Так что? Да, конечно. Любого украинского политика? Мне кажется, должно быть. Потому что мы видим, как живут люди. То есть, когда они отсутствуют в зале в массовых количествах, они в это время в церкви замаливают грехи? Нет. По всей видимости? Нет, послушайте. Ну, они же все чувствуют вину. Во-первых, присутствие в зале, еще раз, не надо делать из этого фетиш. Почему? Потому что. А скажите это врачам, учителям и всем остальным, что присутствие на работе, чтобы они не делали из этого фетиша. Я, например, был. Почему не сравнивать? Чем лучше? Я вам скажу. Я вам скажу. Не, ничем не лучше. Были ситуации, когда я не был в зале по причинам неоправдывающими, но были случаи, когда я был по причинам неоправдывающими. И я в тот момент, согласно закону, представлял интересы и защищал людей. Были такие ситуации. Я не хочу выносить на публику, но были ситуации. В том числе, далеко от Киева. К чему я говорю? Подождите. Да ну подождите. Вопрос очень простой. Доволен ли я всем тем, что я делаю? Конечно, нет. Мне хотелось бы сделать еще больше. Правда, мы очень много делаем. Я, например, очень много чего делаю. Я не уверен, что в данный момент времени можно сказать, что я там сосредоточен на своих проблемах. Последний вопрос перед Блицем. Еще один. Я поняла вашу позицию. У нас вчера была дискуссия с вашим коллегой Алексеем Ушаком. Мы с ним говорили по телефону. Я, к сожалению, его не увидела. Он на канале. Я услышала его выступление просто. Его выводили по телефону. И он говорил, это он был тот человек, который подавал поправку к бюджету. Подавал ее в последний момент. Потому что очень многие депутаты говорят, что не видели эту поправку о повышении еще зарплаты. Это правда, я тоже видел. И значит, он это сделал по чьей-то просьбе. Потому что сам он не мог вдруг в последний момент выскочить с этой поправкой. Но я хочу вам другой вопрос задать. Вот как вы считаете, два раза за два года, это при том, что не сделано огромное количество нужных вещей. То есть, Ахендовский на месте. Нет закона по следственным комиссиям. Нет закона по импичменту. Нет огромного количества нового закона по народным депутатам. Еще можно перечислять до вечера, каких законов нет. Не выполнено больше, наверное, 70% того, что должно было быть сделано. И вина депутатского корпуса огромная. Самое главное, депутаты Верховной Рады существуют вне правового поля. Потому что, что я имею в виду? Потому что все голосования или многие... Какой вопрос у вас? Как можно было вообще? Считаете ли вы моральным еще раз идти, телегу ставить впереди паровоза и повысить нам еще раз зарплату? Первое. Я считаю, что то, каким образом это было сделано, это было неправильно. Потому что такие вещи не могут происходить без дискуссии. Более того, точно невозможно это делать стихаря, вот так, как это случилось. Я сейчас не говорю, по чьей вине, как так получилось и так далее. Второе. То, что нужно приводить в соответствие заработные платы к какому-то уровню жизни, который может быть или должен быть у депутата, это тоже правда. Но мне кажется, мы эти разговоры будем продолжать до тех пор, пока мы не будем к чему-то привязываться. Я бы привязывал зарплату народного депутата к ВВП или к минимуму, чтобы этот коэффициент не трогать. Вот мы поставили 17, например, или там 15, неважно сколько, там 10, 1, 3, 5. И не трогайте. Повысили минимум, автоматически повысили зарплату. Не повысили минимум, не повысили зарплату. Потому что мне честно, я не говорю, что, опять же, я не буду строить из себя ангела и лицемерить и рассказывать, что там хватает денег, не хватает денег. Конечно, к любому человеку хочется получать больше денег. Но мне, с другой стороны, правда, неловко. Мне неловко разговаривать с людьми, которые там задают вопросы. Кстати, по минимуму, раз уже вы задели эту тему, теперь такое очень быстро, потому что мало денег не стоит. Я не знаю, не спросите, у меня суммы котают достаточно. Нет, нет, я не об этом хочу спросить. Не кажется ли вам, что повышение, ну, сейчас такое обещание, не знаю, будет повышено или нет, а премьер-министр сказал, что минималка будет повышена до 3200 осенью, вернее, с первого числа, с 1 января, да? Понимаете ли вы, то, что понимают все бизнесмены, да? Что эта вот история, она как раз про то, что у многих сейчас заберут субсидии, и бизнес на себя возьмет, причем не крупный, крупному бизнесу это до фонаря, а мелкий бизнес и средний бизнес, которые в нижней части, которые сейчас еле-еле справляются с налогами на зарплаты. Просто он тогда резко уходит в тень, и фактическая, вернее, формальная безработица до юра будет просто взлететь сейчас в два раза. Вы хотя бы это понимаете, о чем это повышение? Я вам скажу так. Что правительство свои проблемы с субсидиями переложило просто на плечи бизнеса. Вот подождите, смотрите, опять же, я не люблю рассуждать о вещах, которые... Вы понимаете или нет? Послушайте, я не хочу рассказать о вещах, которые глубоко не разбираются. Что я хочу сказать, что мне важно, кажется. На данный момент времени, как это было сделано, и то, что я слежу от экспертов, это такой очень жесткий популизм. Без обсуждения с парламентом, без обсуждения с экспертами, без подготовки. С экономистами, конечно. С экономистами, мне кажется, такое решение, причем более того, насколько я знаю, на очень высоком уровне многие люди не знали о том, что такое будет сделано. И для меня это тоже удивительно. Я надеюсь, что господина Гуройсмана хватит возможности коммуницировать и объяснить это хотя бы депутатам. Вы допускаете, что это заявление господина Гуройсмана было таким эмоциональным, внезапным? Про зарплаты? Тогда это катастрофа. Я не допускаю этого. Хотели бы вы вернуться в журналистику? Нет. Использовали вы журналистику, если вы говорите нет, как карьерный инструмент для того, чтобы попасть в политику или исполнительную власть? Нет. Почему не хотели бы назад вернуться в журналистику? Причина. По той же причине, по которой я не хочу назад идти в школу. Ну, другой период жизни. Повлияет ли авторитет этого состава Верховной Рады на содержание декларации, которую они дали в этот раз, на их, так сказать, понижение этого авторитета в глазах мировой общественности? Мировой общественности? Да, ну, конечно. Ну, послы смоют, иностранные граждане, когда они читают эти декларации. Как вы считаете, авторитет депутатов упал в результате того, что произошло? Во-первых, слушайте, я думаю, что многие и так все знали. Просто многие, я думаю, что во многом стало просто смешнее. Они стали смешнее. Каковы итоги? Но, с другой стороны, и похвалить надо за то, что многие честно декларировали вещи. Я надеюсь, что в следующей декларации мы не получим миллион уголовных дел по этому вопросу. Я знаю, что вы сейчас получаете высшее образование юридическое. Где вы учитесь? Учитесь ли вы заочно? Я заочно учусь, действительно. Да, где? Я учусь в институте последитутной подготовки в Шевченко. На юриста. К сожалению, я не могу очно учиться. Как зовут фуратор вашей группы? Я не знаю. Я просто объясню, почему. Потому что я прихожу, у меня есть преподаватели, которые у меня принимают экзамены. Когда у вас ближайшая сессия будет? Я пропустил вот эту сессию, потому что я действительно обоначался в парламент. И я сейчас готовлюсь к тому, чтобы вне очереди сдавать вот эту сессию. В следующей сессии будет в декабре. Сколько раз в 2016 году вы выезжали за границу? В 2016? Да. Ну, плюс-минус. Я думаю, раз пять. В этом году, да и в прошлом году я мало выезжал. Я в прошлом году действительно больше проводил в стране, чем выезжал куда-то. Негативно. Почему повышение зарплат пошло впереди закона о выборах, о статусе нардепа, раньше ЦВК и так далее? Что это было? Я считаю, что это политическая незрелость, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что это последствия того, что мы трезво не оцениваем вещи, не говорим вещи своими нами. Депутат, который получает маленькие деньги, это депутат, который лезет в карман своей аудитории, своим избирателям просто через руками олигархов. Вот и все. И, наконец, последний вопрос. Три. Три вещи вашей политической деятельности и деятельности ваших коллег, за которые вам сегодня неудобно перед избирателями за эти два года. Что бы вы хотели, чтобы не произошло за эти два года? Я бы хотел, чтобы мы вовремя приняли решение по Шокину. Я бы не хотел того позора, который у нас был, когда мы не проголосовали за отставку Яценюка. Если вы помните? Помню, конечно. И я бы хотел, при всем том, что я голосовал иначе, чтобы мы все-таки приняли мораторий, то есть сняли мораторий на продажу земли. Это настолько базовый, это настолько ген, взагалі, всего, что происходит. Если мы действительно будем пройтись через этот процесс создания новых государств и новых органов, и выберем правильный, очень чувствительный инструмент обрания новых судей, чтобы это было не было, потому что это очень чувствительная и очень профессиональная сфера, чтобы не было там действительно всех освободить, как ты говоришь, из улицы, а действительно было бы фахово. Это может действительно дать очень быстрый и очень большой эффект. Потому что это, как, не знаю, как ген, взагалі, реформ в стране, судовая система. Другая, это реформа децентрализации. Мне кажется, что очень много сейчас сделано. Вы не являете себе, какой кошмар сейчас виходит в головах элиты на местах, когда они мают сами принимать решения. Ранее им спускали зверху, они сейчас сами мают выставлять приоритеты. Они стали маленькими президентами в каждом своем регионе. И сейчас менталитет изменится просто карколомно щодня. Как бы сейчас это развивать, все же таки не запускать риту в кишене региональных бюджетов. Можливость дать, все же таки, даже с помилками. Хай развиваются, хай они отримуют свою модель керувания ресурсами на местах. Это второе. И третье, это то, что касается системы правоохранных органов. Прокуратура и полиция. Если эти три системы сейчас мы сделаем, мне кажется, что они дадут автоматичный эффект. Первое, для всего бизнеса. Потому что будет судовая влада, которая будет защищать право властности. И в любом случае, кто бы не помилился. Будет возможность на местах, не оглядываясь на Киев, развивать бизнес, развивать конкретные объекты. И будет возможность прийти и расследовать эти справки, если дается злочин против конкретных предприятий и конкретных людей. Если эти три речи сделать, мне кажется, что в ближние три года мы можем вырвать очень глубоко вперед. Это то, что касается государства. Теперь то, что касается экономики, я думаю, что это, вот эта история, даст величезный эффект экономичный. И мы тогда сможем оплачивать гроши. Децентрализация – это широкое понятие, тем более, что сейчас концепция, которая есть, она все равно, знаешь, там же есть много разных поглядей на это. То есть это очень широко все-таки. Ну, в первую очередь, это бюджетная и финансовая децентрализация. Мне кажется, это ключевый момент. Потому что, снова таки, в нас, ну давайте будем признавать, там, тот же Максим, который работает на Прозоро, потому что большая часть вашей команды, она же работает, ну, скажем так, не за рынковыми цинами. Зарплату не отримана за рынковыми цинами. Потому что в государстве не мает это броши. Если бы это было в бюджете, то из местных бюджетов, потому что будет по разу и и иначе. Зарплату не отримана за рынковыми цинами.